Тамара Шмидт. Райан. Искусство правильных решений. Как получать инструкции от Вселенной? Божественным планом для вас предусмотрено счастье. Делать то, что хочется, любить, радоваться, получать удовольствие от жизни. Да, это возможно. Продолжение следует. Делали выбор, определяющий вашу судьбу, были сегодняшние опыты знания. Если бы вы тогда уже были тем человеком, которым стали сейчас. Конечно, есть прекрасная и вечная истина о том, что никогда не надо ни о чем сожалеть, что жизнь сложилась так, как только она и могла сложиться, что любой опыт важен, и даже ошибки помогают нам в дальнейшем делать лучший выбор. И все же у каждого из нас с течением жизни накапливается множество почему и а если бы. Почему я встретил свое счастье так поздно? Почему в ответственный момент я растерялся и не воспользовался выпавшим шансом? Почему в моей жизни была затянувшаяся темная полоса, когда удача отворачивалась от меня? А если бы я тогда не промолчал, а признался в любви? А если бы я занялся любимым делом со школьной скамьи, не откладывая это до сорока лет? Кое-что могло бы сложиться и получше, не правда ли? Даже если все и не так плохо, даже если все в итоге сложилось замечательно, и вы счастливы. Но сколько на пути к этому было трудностей, неприятностей, неразрешимых проблем, ошибочных решений и ненужных поступков? Разве не здорово было бы всего этого избежать? А давайте представим себе, что вот прямо сейчас, в этот момент, мы можем отпустить свое прошлое и начать новую жизнь вот именно так, как хочется, сразу набело. Без досадных ошибок и промахов, без потраченных в пустую дни и лет, без неудач, без тупиков, из которых кажется не выбраться. Судьба, которая была у вас до сих пор, да, она не могла сложиться иначе, это правда. Ее нужно просто принять без сожалений. Но вот выводы из прошлых ошибок, сделать просто необходимо, чтобы дальше начать жить совсем иначе. Например, сделать так, чтобы удача приходила в нужный момент, и чтобы путь к ней не лежал через беды и неудачи. Чтобы идти к своим целям ровной прямой дорогой, не сбиваясь, то и дело на бездорожье и не заходя в тупики. Чтобы всегда точно знать, какой выбор будет наилучшим, и делать именно его. Чтобы не тратить силы в пустую на недостижимые цели, не биться в закрытые двери. Встретить лучших друзей и самых близких людей, и чтобы отношения с ними складывались как нельзя лучше. Чтобы все необходимое всегда было под рукой. Чтобы даже из трудностей можно было извлекать пользу. Чтобы сложные ситуации разрешались легко. А еще делать то, что хочется. Любить, получать удовольствие, радоваться жизни. Вы скажете, это фантастика, так не бывает. Но так должно быть, и так может быть. Для этого надо просто начать жить по другим законам. Конечно, это не так просто, если вся жизнь прожита иначе. Но попытаться стоит. Тем более, что сейчас вы как никогда близки к успеху. Потому что времена изменились, и на Землю пришла такая энергия, которая как никогда раньше этому успеху способствует. Бог дает подсказки. Вы их слышите? Что же это за закон, исследуя которым мы можем волшебным образом изменить свою жизнь? Собственно, закон всего один. Он в том, чтобы начать следовать божественному плану. Прежде чем вы родились на свет, в отношении вас уже существовал божественный план. Согласно ему, ваша жизнь могла сложиться наилучшим образом. То есть божественным планом были предусмотрены для вас самые счастливые варианты событий, самые благоприятные возможности и наилучшие решения всех жизненных задач. Но, конечно же, была предусмотрена и такая возможность, что все пойдет не совсем по плану, или даже совсем не по плану. Мы ведь не знаем этого плана, когда приходим на Землю. К тому же у нас есть свободная воля, и мы вообще не обязаны следовать никаким планам, мы имеем право жить как хотим. В том и состоит наша задача на Земле, чтобы все же вспомнить о существовании божественного плана, или хотя бы догадаться о нем. Потому что мир вокруг нас всеми силами подталкивает нас на этот путь. И вся Вселенная смотрит на нас с надеждой, что мы все же вспомним и все же откроем в себе свои лучшие возможности и прийдем к наилучшему из всех возможных варианту своей судьбы. Судьба не предопределена, вариантов в самом деле много. Какие мы выбираем, зависит от нас. Но как же найти подсказки, чтобы делать лучший выбор? Почему мы ошибаемся, если есть план? Почему Бог не подсказывает нам его? В том-то и дело, что Бог подсказывает. Вопрос в том, как нам услышать и понять эти подсказки. Вот на эту тему мы и поговорим. Вам интересно? Тогда слушайте дальше. Знания, которые приходят без слов. Давайте поговорим об источнике информации, которая будет дана в этой книге. Она получена путем ченнелинга от ангела по имени Крайен. На первый взгляд может показаться, что это какие-то странные слова, и что самое главное, они ничего не объясняют. Скорее всего, большинству наших слушателей не требуется объяснение, так как они уже знакомы с другими книгами Крайена. А если вы ничего не знаете о Крайене, и взяли эту книгу случайно из любопытства, или потому что вас она чем-то привлекла? Не беспокойтесь, все нормально. Ведь серию посланий Крайена можно начинать читать с любой книги, в том числе и с этой. В мире Крайена нет никакой линейной последовательности в подаче информации, так как сама эта информация по сути своей не линейна, а многомерна. Это значит точку входа в этот многомерный объем информации, можно найти в любом месте на любой странице любой книги. То место, с которого вы начнете слушать, и станет вашим собственным началом. Значит вам, конкретно вам, нужно именно такое начало. Это связано с тем, что у каждого человека свой собственный путь, и собственный способ движения по пути. И Крайен, давая многомерные объемы информации, говорит со всеми сразу и с каждым в отдельности, отвечая именно вашим индивидуальным запросам, и отвечая именно на ваши вопросы. И все же, если вы впервые взяли в руки книгу Крайена, вам, наверное, захочется получить какие-то пояснения. Сразу скажем. Называя Крайена ангелом, мы не имеем в виду традиционные религиозные представления об ангелах. В данном случае ангел – это вовсе не существо, похожее на человека только с крыльями. Ангел по имени Крайен – это великая божественная энергия, наделенная сознанием, мудростью и бесконечной любовью по отношению к человечеству. Верите вы в ангелов или нет, но наверняка знаете или чувствуете, что реальность не ограничивается материальным миром. Что вы – это не только тело, и что ваше сознание способно подниматься до высших измерений реальности, контактируя с некой преисполненной любви чистой и прекрасной силой, присутствие которой и внутри и вокруг нас, сейчас уже ощущая чуть ли не большинство людей. Эту силу традиционно называют Богом, а еще Всевышним Создателем, Высшим Разумом, Творцом, Источником, и множеством других имен, которые тоже достаточно условны, потому что они отражают всей глубины реальности. Но нам придется пользоваться этими весьма условными наименованиями за неимением других. Итак, мы точно знаем, что существуют ангелы и существует Бог. Более того, мы вступаем в контакт с этими силами и получаем от них информацию и ответы на наши вопросы. Это как раз и происходит посредством ченнелинга, и здесь опять требуется пояснение. Ченнелинг – это вовсе не голоса в голове, хотя многие люди именно так и считают. На самом деле никаких голосов нет. В процессе ченнелинга информация приходит без слов. Вы задаете вопрос и понимаете, что знаете ответ. Если вы хотите рассказать об этом еще кому-то, то переводите ответ в слова. Это и называется ченнелингом. Крайн вовсе не диктует свои послания. Он не вселяется в ченнелера, не заменяет собой его разум, сознание и душу. Ченнелер не похож на одержимого, который говорит не своим голосом. Ченнелинг скорее напоминает дружескую беседу на равных. Вы тоже можете получать нужное вам знание из божественных источников. Эта способность дана каждому человеку, она естественна. Мы ведь все вышли из божественного источника. С древнейших времен люди знали об этом. Царство Божие внутри нас, помните? Бог внутри нас. Так почему же мы не пользуемся Его силой, Его знанием, Его возможностями, если Он так близко? Если мы часть Его, а Он часть нас. Пора уже вспомнить о том, кто мы есть, и начать использовать все возможности, данные нам в соответствии с нашим божественным происхождением. 11 посланий Крайена помогут вам открыть доступ к необходимым знаниям. Эта книга посвящена тому, как наладить связь с Богом внутри себя и начать получать знания из божественных источников. Знания, которые поможет всегда принимать лучшие решения или просто оказываться в нужное время в нужном месте. Ведь когда мы запрашиваем знания из божественного источника, вместе со знанием приходит и помощь. В итоге в нашей жизни могут начать происходить чудеса. Вернее то, что большинству людей покажется чудесами. Ведь для тех, кто привык считать все происходящее с ними игрой слепого случая, кто привык к неприятностям, чудо – это когда все вдруг начинает складываться наилучшим образом. На самом деле в нашей жизни все всегда должно складываться наилучшим образом. Это норма. Как же далеко мы от нее отошли. Пора вернуться к тому лучшему, что предназначено для нас теми силами, которые мы называем высшими, но которые на самом деле совсем не так далеко. Они всегда там же, где и мы, и всегда готовы протянуть нам руку помощи, чтобы вывести из любой трудной ситуации и проложить путь от тьмы к свету, от хаоса к порядку, от чувства страха и беспомощности, к уверенному и спокойному управлению собственной реальностью. В этой книге 11 глав. 11 посланий Краина, которые помогут вам открыть доступ к источнику нужных вам знаний и ответов на ваши вопросы. Слушать не обязательно по порядку. Ваша точка входа может быть в любом месте любой главы. Доверяйте вашей внутренней мудрости. Идите своим путем. В каждой главе вы найдете упражнения, созданные в сотворчестве с Краином. Они помогут вам на практике освоить все то, что вы узнаете из книги. Ведь это знание не имеет смысла, если не применять его на практике. Работать по книге можно в любом удобном для вас темпе. Глава первая. Связь с источником. Основы. Ваша жизнь меняется прямо сейчас. Краин, как всегда, приветствует вас, дорогие. Мы с вами рядом сейчас и не только сейчас. На самом деле мы рядом всегда, потому что все мы с вами вместе, члены единой божественной семьи. Краин, никогда не воплощавшийся в качестве человека на земле, и вы, выбравшие этот прекрасный и героический путь, проживать жизнь за жизнью в материальном мире, на самом деле едины, на самом деле неразделимы. Потому что все мы есть часть прекрасного божественного целого, великой энергии любви. И вы не можете перестать быть теми, кто вы есть, как бы глубоко не погружались в материальность. Вы не можете потерять связь с источником этой великой любви, потому что вы тоже часть этого источника. Вы не можете потерять связь с могуществом и силой, с истиной и мудростью, принадлежащими источнику. Вы можете забыть о том, что все это ваше. Но это не исчезает, не перестает быть вашим, даже когда вы забываете. И знаете, что происходит сейчас? Вы вспоминаете. Это значит, вы становитесь другими, новыми людьми. Это значит, меняется ваша жизнь, прямо сейчас. Прошло время, когда вы думали, что ваша жизнь – хаос, нагромождение случайностей. Вы можете считать, что ваша жизнь именно такой и была. Знаете, почему она была такой? Потому что вы ее такой считали. Мир подчиняется вашим мыслям, убеждениям, представлениям о нем. Так проявляется ваше божественное могущество. Вы живете в том мире, который сами себе создаете своими мыслями, а еще своими намерениями. Это значит, мир поворачивается к вам той стороной, которую вы намереваетесь увидеть. Если вы намереваетесь увидеть хаос и череду случайностей, все это воплотится в вашей реальности. Если же вы захотите увидеть закономерности, скрытый порядок и высший смысл всего происходящего, мир повернется к вам своей гармоничной стороной. Той стороной, на которой живет Бог, на которой обитает и ваше собственное божественное Я, ваш дух неразрывно связанный с Источником.